Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делам разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Сегодня мы с вами рассмотрим ситуацию по биткоину, эфиру, реплу, зекэшу, догикоин посмотрим и посмотрим актив, про который что-то много вопросов. Это Shiba Inu. Вот, смотрите, предыдущие два выпуска у нас с вами были стримы, мы очень плодотворно там поработали. Сейчас у нас биткоин показал отличнейший откат, как в принципе и в целом весь рынок. И, разумеется, встает вопрос, сейчас вероятнее всего это все дело про сквизили, мы с вами полетим дальше вверх. В этом выпуске будем разбираться, но, такой небольшой спойлер, все равно, это движение нам ничего супер хорошего не несет. Что касается моих позиций, после того, как я смог заработать почти там 80% на доге, я, соответственно, часть своих активов оставил в Фиате, часть набрал шорт по эфиру, сегодня это разберем, потому что по поводу шорта на эфире мы с вами разговаривали в телеграм-группе и на стримах. Кстати говоря, по поводу телеграм-группы внизу есть ссылка в описании на мою бесплатную телеграм-группу, я там показываю все свои сделки, я пересылаю туда сейчас все сообщения из закрытой группы. А смысл заключается не в том, чтобы сейчас набрать людей в бесплатный телеграм-группу, а потом типа вернуть в закрытую группу. Нет, закрытую группу я возвращать не планирую. Я хочу это сделать для того, чтобы побороть алгоритмы Ютуба, и, соответственно, люди, которые у меня находятся в телеграм-канале, будут получать уведомления о новых роликах. Ну, соответственно, а как вам, плюшка? Я, соответственно, обозначаю все свои сделки, все свои соображения в моменте. Что же, основное все сказал, не будем затягивать. Давайте посмотрим на графики активы по списку. Погнали! Итак, друзья, начнем с вами с ситуации по биткоину. В предыдущих выпусках мы с вами разбирали то, что у актива есть поддержки на уровне 51 тысячи долларов, плюс-минус уровня 47-48 тысяч долларов и 42 тысячи долларов. Соответственно, обозначали то, что наше минимальное движение – это на ретест полтинника. Ну и дальше, соответственно, уже на стримах разбирали с вами то, что мы будем пробивать и тур, и не уходить как минимум к 48 тысячам. Движение мы с вами получили, очень хороший прошел объемчик. Соответственно, сейчас его типа как откупили. На самом деле мы, опять же, в стриме уже разбирали подобное движение, то, что это ослабление уровня поддержки, и вот этот вот отскок, на самом деле, чем-то суперкрутым, очень маловероятно, что обернется. Если мы с вами рассматриваем ситуацию на… Давайте Невкер откроем. Вот уже я даже прорисовал трендовую линию. То есть, соответственно, вы видите, это формация на смену тренда. Соответственно, мы с вами двигались в восходящем движении, поломали тренд, показали ретест нижней границы, нижняя граница показала свою силу, и сейчас, соответственно, мы с вами получили нисходящее движение, которое затронуло предыдущий хайк как минимум. Ну, пока что здесь есть еще покупатель, поэтому есть некая вероятность, что мы с вами еще будем ловить какие-то небольшие восходящие движения, но я не думаю, что это движение будет выше а-ля 54-55 тысяч долларов. В текущем формате с довольно большой вероятностью мы с вами уже наблюдаем разворот и потенциальное дальнейшее глобальное движение на коррекцию. Что касается уровня коррекции, ну вот у нас поддержка – это 41, ну и, соответственно, нис – это где-то 30. То есть, это те уровни поддержек, которые нам покажут, что с этого движения мы с вами получаем хорошую разгрузку. И если мы, соответственно, здесь отбиваемся, во-первых, здесь на перехай, то есть, если мы уходим сюда на перехай, где-то уровня 37-39, можно будет зайти в лонг с довольно небольшим стопом, так как у нас будет высокая вероятность на то, что мы пойдем как минимум в ретест уровня, там, плюс-минус 60 тысяч долларов. Это раз. И два, соответственно, это покажет нам то, что данное движение полноценно разгрузилось. Сейчас набираются новые лонги для того, чтобы пойти выше. Но, учитывая вообще все, весь этот разгон, я, конечно, не хочу тут загадывать. То есть, то, что мы будем там среднесрочно-более, конечно, глобально наблюдать, здесь разгрузочное движение, вероятность высокая. Но то, что мы будем наблюдать дальнейший отскок и перехай, здесь, конечно, вероятность пониже. Очень уже аккуратно трейдеры относятся к рынку. Хотя, в принципе, если мы с вами будем рассматривать, ну, мы посмотрим Доги Коин. На Доги Коине, например, наоборот. После нормальной коррекции по ФИБе у нас довольно неплохо начали набираться лонги. Ну, это мы с вами посмотрим. Пока что по биткоину, разумеется, никаких лонгов тут нет. Это полноценно разворотная формация. Что касается стопов, давайте все-таки от полноценного пробития вот этого уровня, это 43 500 стопов, шортов. Соответственно, при пробитии 43 500, в принципе, да, здесь можно будет с небольшим стопом рассмотреть шорт-позицию. Потому что это уже будет полноценная смена тренда и формирование нового тренда, уже нисходящего. Что касается ситуации по эфириуму. Значит, смотрите, набирал я по 4 200 шорт. Он сходил на уровень 3600. Я писал в Телеграм-канале, еще раз повторяю, на Телеграм-канал бесплатный, ссылка есть в описании. Не забывайте подписываться. Там действительно много полезных плюшек. Плюс я не очень часто туда пишу. И если я пишу, то это только когда что-то действительно серьезное происходит по рынку. Ладно, смотрите, в общем, с этого движения мне там позволило заработать, не заработать, мне дало плюсовой процент, 23, по-моему, если я не ошибаюсь, 23% плюс на этом движении. Но я посмотрел, проанализировал актив, и здесь очевидно понимаю, что у нас с вами ситуация очень схожая с биткоином. И он также в Телеграм-канале, и нет, на стриме не говорил, в Телеграм-канале только говорил, что здесь мы ожидаем восходящее движение. То есть это восходящее движение мы ожидали. Почему я его ожидал? Давайте с вами рассмотрим. Ну, просто на глаз давайте раскидаем по фракталу. Ну, вот плюс-минус. То есть раз, два, три. Ну, нормально. То есть это, в принципе, уже выглядит трендовой. Смотрите. Мы с вами, соответственно, имели довольно неплохой восходящий тренд. Прошли под линию тренда, и сейчас уходим на ее ретест. Ничего не напоминает? Я даже верну, чтобы... Вот. Вот вам ситуация. Ситуация не просто, потому что я сейчас повторяю за биткоин, а потому что эта ситуация довольно стандартная. Здесь эфириум, в отличие от биткоина, если биткоин, несмотря на то, что он вышел на довольно неплохие значения, сказать, что прям адово перекуплен нельзя. Да, он перекуплен, биткоин, но не адово. То эфириум, конечно, прям дико перекупленный актив, и у него зреет очень хорошая коррекция. Как я вам уже обозначал, вот я даже набрал по 4200 шорт, я на закрытие шорта типа раньше 2500, честно говоря, даже и не смотрю. Ладно, давайте расскажу, что я сделал дальше. Мы, соответственно, вышли на уровень 3600. Я понял, что это потенциальная смена тренда, решил немножко на опережение сделать, я, соответственно, усреднил позицию. Конечно, я понимаю, что многим приятнее, соответственно, получить, чтобы я там типа забрал плюс и показал всем свои супер нереальные результаты. Нет, мне же интересно все-таки это актив, в который я вхожу на довольно большие деньги. Мне интересно здесь потенциально долгосрочно заработать хорошую прибыль. Плюс, соответственно, соблюдать очень неплохое значение риска и прибыли. И, соответственно, здесь я по 3600 усреднил актив ровно на ту же сумму. Соответственно, средняя точка входа в шорт у меня 3900 долларов. Я считаю, что с довольно большой вероятностью локальное движение, локальное движение, обращаю внимание, здесь подходит к концу. Вероятнее всего, будем наблюдать, а сколько нисходящий. Если мы смотрим в средний срок, еще раз говорю, не получили локальное движение, но вероятнее всего, локальное движение будет такое. Соответственно, если оно так отработает, то в средний срок мы с вами, соответственно, в очередной раз будем ретестить 3500 долларов. Плюс, учитывая эти сквизы, о которых мы с вами говорили на стримах, очень велика вероятность, что мы будем не просто тестить до этого уровня, а будем пробивать ниже. А будем пробивать ниже, уже здесь формируется паника. Еще раз говорю, вот у вас зона поддержки ближайшая, это типа 2500-2600. Очень, это крайне реальная коррекция для такого актива. Даже если мы будем корректироваться куда-то ниже, то все равно это не выше, чем уровень 3000. То есть полку в 3000 долларов мы с вами должны пройти. Плюс, довольно большое количество аналитики, серьезные аналитики, которые также солидарны с тем, что адекватная, оптимальная стоимость эфириума для работы смарт-контрактов это 1000-1500 долларов. Погнали дальше. Что касается ситуации по реплу, разбирали с вами вот это движение, очень важное. Здесь очень многие мне сказали, что оно улетит наверх. Я сказал, что нет, это ослабление поддержки. Как видите, вернулись ровно к этому уровню. Сейчас ловим еще один оскок. Я думаю, вероятнее всего, будем формировать опять нисходящий хай. Как минимум, ну, даже здесь сотку видна. Видна скользящая средняя. Вероятнее всего, также будем отрабатывать сотку и двигаться, немножко поджимая уровень поддержки. Напоминаю то, что следующая глобальная поддержка это доллар и 87 центов. Вероятнее всего, здесь какого-то сверхнереального движения ожидать не стоит. Что касается ситуации по лонгам, ну, также здесь нет никаких вообще сетапов на лонг, абсолютно точно. Ну, сетап на лонг здесь будет только на пробитии. Вот, может быть, этого хай, типа 1.8 закрепимся. Ну, можно будет рассмотреть сетап на лонг, ну, типа 20. Ну, с другой стороны, тоже какой-то процент с коротким стопом. Но вероятность на это ниже. Все-таки, Ripple мы неоднократно видели в подобных, подобные движения от Ripple. И, вероятнее всего, это какая-то еще волатильность. И все-таки, лично я уже здесь думаю, это уже мои соображения, что все-таки мы с вами будем дальше вертикальной свечкой уходить вниз, куда-нибудь под долларом. Может, вообще вот на эту поддержку, да, обозначал ее 41-43 цент. Я думаю, ну, нехилая вероятность, что такое движение здесь могут показать. Что касается ситуации по Zcash, точно так же в предыдущем стриме, ну, видите, пока вообще без ошибок идем. Вот. На стриме также обозначил, что Zcash в очередной раз вернется под уровень 300 баксов. Несмотря на то, что, опять же, на стриме куча народов говорил, не, не лонговать, не, не лонговать. Минимум он уйдет, типа, 450-500, и 600 даже было. Нет, пока что актив, что касается Zcash, очевиднейшим образом, также перекуплен. Пока что удерживает вот этот уровень, вот эти вот, вот эту поддержечку, типа 260-270, но обозначает, что у него уровень глобалки это 200-230, уровни, которые мы с вами с высокой вероятностью будем тестировать, плюс сквизы вот эти вот. То есть здесь довольно хорошие позиции были набраны, сквизами снесены. Я не думаю, что здесь потенциально будет обновляться хай, я думаю, что все-таки вероятность выше на то, что мы с вами будем ловить более крутую коррекцию, как минимум, так вот сюда, ну, как я вам и сказал, здесь 21-230, вот в этот уровень, то есть я бы рассмотрел это как движение, как минимум, среднесрочное. Сказать, что здесь поломан тренд, нельзя, но то, что здесь должна быть такая разгрузка, определенно. Теперь идем к DogiCoin. DogiCoin, соответственно, нам показал, что, в очередной раз нам показал силу. Заходить здесь, конечно, это была супер рискованная тема, но актив, правда, показывает силу, я не буду говорить, похоже ли это там на какой-то отскок дохлой кошки или нет, вероятнее всего, все-таки, у DogiCoin есть действительно публика, которая довольно нехило в нем заинтересована. Пока что понаблюдаю, я не буду здесь торопиться с какими-то лонгами, я хочу посмотреть, как актив закроет недельку, ну и вообще, как он, в принципе, себя будет вести на сессиях, потому что, ну, соотношение, да, здесь можно было бы рассмотреть, типа, даже в текущих ситуациях можно было бы рассмотреть лонг, а-ля со стопом 48, хотя, ну, довольно большой стоп с другой стороны. Ну, я думаю, здесь соотношение риск-прибыль очень хреновый, я думаю, активу здесь стоит подторговаться, пока что не стоит как-то сильно на него рассчитывать. Ну, и сразу переходим к дальнейшему семейству собачьих, это Шибу-Ину, актив, который на данный момент довольно неплохо просел, по той причине, что Бутерин слил часть этих монет, там, то ли на благотворительность, то ли еще куда-то. Позицию я держу, я сразу сказал, что я взял ее на маленькие деньги, на очень, на незначительную сумму я взял этот актив, пусть валяется в портфеле, я почему сейчас акцентирую внимание на этом Шибе, на этой Шибе, на этом Шибуину, это не актив, который должен быть приоритетный, ни в коем случае не дайте новостям себя наколоть, я вам точно говорю, это актив, который можно взять просто потому, что в новостном поле о нем немало говорят, потому что действительно есть потенциал, но потенциал не технологический, а спекуляционный, и этим активом будут исключительно спекулировать. Я думаю, если, например, то же самое Илон Маск реализует свою вот эту идею с Доги Коэном, что он там реально чуть ли не на ракету поклеит эту наклейку этого Доги Коэна, Шиба также полетит вверх, как и Доги. Вдогонку просто потому, что, понимаете, просто потому, что значки похожи. Но рассматривать это как основной актив для трейдинга это гребаный бред. Не вздумайте ни в коем случае. В общем, соображения такие. Рынок действительно показывает сейчас максимально разворотный сетап. Мы это с вами, в принципе, отмечали еще там неделю или две назад, что действительно очень сильно затухали объемы, плюс на подходе к хаям мы с вами ловили не панического покупателя, а наоборот продавца, который систематично сливал с каждого уровня сопротивления. Это особенно хорошо было видно на биткоине, особенно хорошо было видно на том же самом Доги Коэне. Особенно, когда мы подходили к уровню 70, когда мы пробивали предыдущие хаи, но никакой паники уже не случалось. Да и правда, рынок у нас достаточно мощный, достаточно долго растет, очень много здесь уже в рынке появилось новых фантазеров, и я считаю, что этих фантазеров будут наказывать. Это раз. И два, даже если мы с вами рассматриваем ситуацию, что у биткоина цель 100 тысяч долларов, вероятность на то, что мы с вами пойдем без коррекции на эти значения очень низка, тем более в текущей ситуации. Что касается ситуации по эфиру, возможно, вы мне скажете, предъявите, что братан, ты набрал эфир не на смене тренда. Ну, во-первых, потенциально у эфира сейчас формируется эта смена тренда, это раз. Во-вторых, запас до ликвитации очень большой, очень велик. И я считаю, это уже мои соображения, исключительно мои, которые могут быть там, с которыми многие могут быть не согласны, но я считаю, что с текущих без какой-то коррекции хотя бы, хотя бы долларов типа на 700, 800, это хотя бы на 6 тысяч долларов актив вот просто одним выстрелом маловероятно, тем более с такими проблемами в сети. Ну, а что касается обновлений, я думаю, те, кто давно в рынке, уже давненько поняли, что никогда еще обновления эфириума не выходили вовремя и никогда еще все не работало супер четко. Соображения такие, если они были вам полезны, выпуск, обязательно поддержите лайками, не забывайте то, что в описании есть ссылка на бесплатный телеграм-канал, где я обозначаю все свои сделки, соответственно, делюсь в том числе и роликами. Если не подписан на канал, ну, самое время подписаться и, соответственно, оставляйте свои соображения в комментариях, я все читаю, также оставляйте свои предложения, может быть, разобрать какие-то активы, только нормальные активы, я вас очень прошу. Попробуем в следующий выпуск добавить актив по вашим желаниям, потому что, может быть, вы хотите посмотреть а-ля какую-нибудь Аду, Дэш и тому подобное. Просто активы, на которых я активно не торгую, но при этом довольно много людей, которые в этих активах находятся, и это активы неплохие. Просто я считаю, что не надо распыляться, кто-то просто смотрит, например, в сторону Ада, я смотрю, например, в сторону того же Рипла или Доги, кто-то смотрит в сторону Трона, я опять же смотрю в сторону других активов, кто-то, например, вообще торгует на биткоин кэше. Будет интересно, соответственно, из таких топ-активов, какие еще активы вы хотели бы, чтобы мы с вами рассмотрели. Ну, а я с вами обращаюсь до следующего выпуска. Всего вам самого наилучшего. Работаем.